Дорогая церковь, раз уж мне достался микрофон, то, наверное, я скажу. Очень прекрасная проповедь. Спасибо, Рома. Я расскажу, как я в практической части использовала. Можете присаживаться, да? Я расскажу, как я лично использовала в практической части то, о чём говорит Рома. Я когда пришла в церковь, у меня ребёнку было 5 лет. Ну и все говорили там, ну, смотря на христианских детей, с христианских семей, там говорили, ой, какой замечательный ребёнок. Это же надо столько мудрости было так воспитать. И я сама себе думаю, не, ну, у меня же есть теперь Бог, у меня же есть теперь мудрость. И я, значит, должна же тоже с мудростью. И на моего ребёнка тогда говорить будут. Ну и я, значит, в своё время договорилась с Богом, что в сметённых ситуациях, когда я не знаю, что сказать, потому что деток иногда хочется не просто благословить, а благословить-благословить, вот, я буду делать паузу, Господь, и буду отдавать уста и мысли Тебе. И вот я так с Богом договорилась, что я вообще бессильна по воспитанию ребёнка, я не педагог, я не заканчивала высшее образование, я эту роль отдаю Тебе, Господь, воспитывай моего ребёнка. И вот в любых ситуациях я просто замолкала, и это буквально секунды, но я делаю эту паузу и отдаю уста и мысли Богу. И он уже говорит напрямую с моим ребёнком. Потом я это стала практиковать на фоне всей жизни. Когда мне говорит что-то начальник, я говорю, Господь, твой выход. И он говорит. Когда там, допустим, ситуации с родственниками, с мамой, с папой, я такая, Господь, твой выход. И уже на сегодня, уже то, о чём говорил в конце Рома, через наши уши проходит миллион нужд каждый день. Допустим, мир говорит, когда ты говоришь Богу, это нормально, когда говорит тебе Бог, это диагноз. Так говорит мир. Но мы знаем, что Бог с нами говорит 24 часа в сутки. Но мы должны каждый задать себе вопрос, а сколько раз слышу его я? И вот если так задуматься, через каждого из нас, христианина, проходит миллион нужд в день. Просто миллион. И как вот это, да, в Яралаше. Помните, была ситуация, когда тимуровцы собрались, ведём бабку, другой тимуровец кричит, это не с нашего района бабка, бросают эту бабку и бегут к другой бабке, да? И я, когда слышу нужду, да, ну, каждому из нас говорят люди, что им нужно, чтобы мы явили Бога. И я всегда так тоже замолкаю, говорю, Господь моё, я там надо, я там не надо. И действительно есть нужды, которые Бог говорит, огонь. И я иду и делаю, потому что мне сказал об этом Бог. Или же я не среагирую, а потом мне Бог не даёт покоя с этим вопросом, и я всё равно иду, это и делаю. Поэтому предлагаю тоже вам практиковаться. Ну, а по сути, я вышла посвидетельствовать за десятины приношений, и помолиться за них, вот, и рассказать то, что, ну, все мы по-разному действуем в ситуациях, да, но и как я на работе говорю, что в любой ситуации нам не надо смиряться. Мы сталкиваемся с проблемой, и мы ищем, и ищем выход её решения. То есть мы не говорим, ну, у меня есть проблема, ну, окей, Бог её будет решать. Нет, Бог покажи мне, как я её должен решить. И я вижу, что, ну, как бы, приедя с Украины сюда, я вижу, что, ну, не хватает финансов, потому что и всё дорожает, и надо всех одеть, обуть, жильё снять, муж работает, я на трёх работах работаю, реально, ну, вот, вот, реально сложно что-то отложить, там, куда-то поехать, вообще серии фантастики. Но я думаю, как мне решить эту проблему? Ну, четвёртую работу не могу пока найти, ищу. Муж больше, чем делает, делать не может бы 24 часа в сутки. Вот, и я, значит, Богу говорю, Господь, я принимаю решение, что я плачу десятину, ну, в полтора больше, чем моя зарплата, и ты будешь мне давать финансы, потому что Бог сказал, я не видел верующего с протянутой рукой. И также Он неоднократно в слове сказал, что мы ни в чём не будем нуждаться. То есть, да, Он нам может не дать яхты, потому что я хочу яхту, но Он даст лодку, если она мне нужна. Он может не дать мне, там, допустим, БМВ, но Он даст матис, который мне нужен. Вот, поэтому, если мне нужно, Бог мне даст. Как я слышала однажды свидетельство одного брата, который говорил, он сирота и вышел из дома сиротой. Он говорит, вы знаете, если проанализировать мою жизнь, всё, что мне необходимо, Бог мне давал. Да, сверху Он даёт по вере и по тому, как мы служим. Оно необходимое нам Бог даёт. И я вот это сказала Богу, месяц ничего, второй месяц ничего, третий, четвёртый, пятый месяц Он мне даёт доходы по мере моей десятины. Поэтому, слава Господу, я хотела об этом засвидетельствовать, что Бог всегда верен, и Он восполнит все наши нужды. И если мы вообще по жизни сталкиваемся с какой-то либо ситуацией, не надо с ней смиряться. У нас есть вообще Бог, который может всё решить. Аминь. Я помолюсь за десятинные приношения. Господь, мы благодарим Тебя.